О каждом предмете или документе из Кицканского музея можно рассказывать историю длиною в книгу. Там будет жизнь, любовь, война, радости и слезы. Такими рассказами может поделиться кицканский учитель Анна Андреевна. С юности она ищет неизвестных героев и уже помогла не менее чем 300 семей найти своих погибших воинов. Я вот как задумалась, вот после перелома позвоночника лежала на больничном, и вот думаю, ну вот люди что-то в своей жизни полезное сделали, а что сделала я? И вот мне сразу на ум пришло вот эта наша работа, работа красных следопытов. Красные следопыты – так называли себя люди, которые помогали искать родных в послевоенные годы. Анна Андреевна рассказывает душевные истории, как она знакомится по переписке с людьми, которые ищут погибших родителей или возлюбленных десятилетиями. Она вспоминает письмо мужчины, который вместе с пожилой матерью ждал отца с фронта. Мама достает из-за иконы листик и плачет, а мы маленькие не понимаем. Она опять заложила назад. Оказывается, там было пропал без вести. А она сказала, я не умру, пока я не дождусь его. Или весточки, что его там не вороны расклевали, а он захоронен. И вот, когда пришло письмо, через неделю они сказали, мама умерла. Она сказала, я свою миссию выполнила. Такие письма в музее дают как артефакты, а еще памятные и ценные семейные реликвии. Эта белая скатерть в годы румынской оккупации спасла жизнь кицканского учителя Якова Чайковского. Его родные продали все из дома, чтобы заплатить. Скатерть купила бабушка нынешнего директора музея Тамара Игнатенко. Он был освобожден. Это был потом в селе знаменитый наш учитель и его супруга, учитель Чайковская Елена Михайловна и Яков Тимофеевич. В музее артефакты приносят сами люди. Иногда звонят и просят забрать даже весьма ценные вещи, как этот ткацкий станок и ковры, на котором их изготовили. Эти ковры у нас действительно ручной работы, сделанные руками наших кицканских. Когда-то мастериц из семьи Ковачей. Здесь у нас в музее есть не только ковры этой семьи, но и сам станок, на котором это все делалось. Это вот этот станок, мотовила. Конечно, мы сейчас не смогли его до конца собрать, потому что никто даже из представителей семьи, которые мне его подарили, уже не владеет навыками, так сказать, ткацкими. А вот эти шкафы с 19 века наполнены старинной одеждой. Музеи постарались создать полную имитацию быта с аккуратными сорочками и полотенцами с вышивкой. Учитывая то, что сейчас большинство мебели делают лаконично и простое, вот такие резные шкафы с множеством элементов декоративных всегда вызывают интерес. Разрешили открыть, посмотреть, что внутри. А там, там вышиванки, сорочки, все, что было в гардеробе у женщин того периода. И у мужчин тут и мужская одежда есть. Есть интересный буфет, в котором хранили посуду. Сегодня в музее собрались друзья и те, кто помогает собирать ценные вещи. Юбилей отмечали поздравлениями и подарками музею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова